Здравствуйте, приветствую вас в нашей студии Биоэфир. С вами Маргарита Отрощенко, заведующая отделом экологии и физиологии Биологического музея. И сегодня в честь ночи искусств мы с вами поговорим о чем-нибудь красивом. Ну, например, о цвете. Вернее, о пигментах. Собственно, пигментами называют все вещества, которые придают тот или иной цвет. А биологическими пигментами, соответственно, вещества, которые придают тот или иной цвет животным и растениям. Ну, все, наверное, много раз слышали, что кузнечик зеленый, чтобы лучше прятаться в траве, божья коровка красная, потому что ядовитый предупреждает, чтобы ее никто не съел. Цветы своей яркой окраской привлекают насекомых опылителей, то есть без цвета в природе никуда. Но интересно посмотреть на сами вещества, потому что биологические пигменты, как правило, кроме окраски, имеют еще много интересных свойств. Вообще-то, самим существованием мы с вами обязаны пигментам. Если мы поглядим на Землю из космоса, то какого цвета там окажется больше всего? Ну, голубого цвета воды и зеленого. Зеленый цвет – это цвет растений. А почему они зеленые? Ну, хорошо, кузнечик зеленый, чтобы прятаться в растениях. А растениям-то зачем? А не зачем. Дело в том, что листья растений содержат зеленый пигмент хлорофилл, такой сложный магниосодержащий комплекс, относящийся к порфиринам. Вы можете посмотреть его красивую формулу. И нужен он растениям не для того, чтобы быть зелеными, а для того, чтобы синтезировать питательные вещества. Вот мы с вами белки, жиры и углеводы получаем, съев кого-нибудь, а растения синтезируют их из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза. А за фотосинтез отвечает как раз зеленый хлорофилл. Именно он обеспечивает этот сложный процесс. Если мы хотим разглядеть, где же у нас этот самый зеленый хлорофилл в листьях, мы возьмем листик водного растения и лады. У него просто листья тоньше. И никто не будет на меня ругаться, если я их оборву. Кладем листик на предметное стекло, накрываем покровным стеклом. И с помощью нашего микроскопа мы можем заглянуть внутрь клеток. И видно, что внутри вот этих клеток кирпичиков листа находятся, как бы, такие мелкие зеленые шарики. Вот это хлоропласты, особые органеллы, которые содержат хлорофилл. Зеленый хлорофилл в зеленых хлоропластах. Их много, поэтому листья кажутся нам зелеными. В кузнечиках хлорофилла нет. Там совсем другие пигменты придают им зеленый. Зеленую окраску. Даже смесь нескольких пигментов. Вот так, вроде бы, цвет самый бросающийся в глаза, а возник он достаточно побочным путем. Если мы будем думать, какой цвет самый главный для нас с вами, то, наверное, это будет красный. Можно сказать, что мы с вами красные. Ну, правда, изнутри. Снаружи, как правило, не видно. Разве что на морозе щеки покраснеют. А красный цвет – это другой порфирин, гемоглобин. Ну, вернее, гемоглобин – это сложный комплекс белков и гема железосодержащего, имеющий красный цвет. Зачем нам кровь красная? Да, в общем, опять же, не зачем. Дело в том, что гемоглобин может связывать кислород и углекислый газ и отвечает за то, чтобы доставить кислород из легких к тканям, а углекислый газ из тканей к легким. И если мы возьмем препарат крови человека и заглянем в микроскоп, то мы увидим множество красных шариков. Это эритроциты – красные кровяные клетки, которые, собственно, набиты гемоглобином. Кстати, интересно, что гемоглобин вообще-то умеет менять цвет. Это многие пигменты умеют, мы с вами с этим еще столкнемся. Если он связан с кислородом, то он будет ярко-красный, артериальная кровь красная. А если связан с углекислым газом, то будет такой темно-вишневый, венозная кровь вишневая. Вот так. А, собственно, красный цвет нам с вами вроде бы ни зачем не нужен. И некоторые животные прекрасно живут с кровью другого цвета. Например, у осьминогов или у мичехвостов она меняет свой цвет от прозрачного до синего. Итак, порфирины, можно сказать, пигменты, которые обеспечивают жизнь растений, жизнь нашу с вами. Но другие пигменты тоже не бесполезны. Красный был, зеленый был, желтый цвет. Желтый цвет – это каротиноиды. Желтый, оранжевый, красно-оранжевый может быть. Они есть практически во всех растениях. В желтых яблоках или, скажем, в оранжевой рябине. Если мы захотим разглядеть, где же в рябине находятся каротиноиды, то мы тоже можем, капнув воды на предметное стекло, положить туда мякоти рябины немножко. И накрываем покровным стеклом. Если мы заглянем в микроскоп, мы увидим такие объемные прозрачные клетки мякоти рябины, в которых внутри находятся мелкие вытянутые оранжевые структуры. Это хромопласты, окрашенные тельца, содержащие как раз каротиноиды. Вообще-то в листьях зеленых они тоже есть, но их не видно, хлорофилл заслоняет. А вот осенью листья начинают у нас желтеть, потому что хлорофилл зеленый разрушается и становятся видны желтые каротиноиды. Зачем они нужны? Ну, кроме того, чтобы придавать окраску. Они много разных функций выполняют в растениях, например, борются с окислителями, то есть они антиоксиданты. А животным без них вообще никуда, хотя синтезировать мы их с вами не можем. То есть, если растения каротиноиды вырабатывают, то животные только потребляют. Если они потребляют много каротиноидов, то они тоже приобретают такой красивый оранжевый или розоватый цвет, как мелкие водные рачки или фламинго, которые рачками питаются. Рачки ели водоросли, содержащие каротиноидовыми. Фламинго ели рачков. Очень хорошо. Теперь все розовые. Если вы будете кормить фламинго не рачками, а чем-нибудь еще не содержащим каротиноидов, то они потеряют свою чудесную окраску. Ну, а нам с вами зачем нужны каротиноиды? Например, они входят в состав зрительных пигментов. Это опять же сложная белковая молекула. Вот вы тут на рисунке видите нити белка, в которых зажата маленькая молекула каротиноида. Но без нее никуда. Возможность улавливать свет зависит от этих замечательных пигментов. Ну, наверное, вы об этом и слышали, что чтобы зрение было хорошее, надо есть морковку. Ту самую оранжевую, содержащую много каротиноидов. Правда, если вы хотите есть морковку с пользой, то ее надо есть с маслом или со сметаной, потому что каротиноиды жирорастворимые вещества. Ну, и еще одна группа пигментов. Пигменты хамелеоны. Антоцианы. Молекулы поменьше размером, тоже можно посмотреть на химическую формулу. И они придают цвет всем плодам, ягодам, а также лепесткам цветов. Цвет обычно от красного до фиолетового и даже голубого. Собственно, вот если мы возьмем яблоко, то в этом яблоке у нас каротиноиды, а в этом и то, и другое. Вот видите, у него есть желтый бачок, где больше каротиноидов, и такой почти фиолетовый бачок, в котором есть еще и антоцианы. Антоцианы чудесны тем, что они могут менять свой цвет в зависимости от условий, в зависимости от кислотности среды. Это можно выяснить на опыте. Возьмем богатую антоцианами, полезную черноплодную рябину. Заливаем ее кипяточком и выдавливаем сок. Если каротиноиды содержатся в хромопластах, а хлорофилл в хлоропластах, то антоцианы содержатся в клеточном соке и их немножко легче извлечь. Достаточно просто размять ягоды. А теперь смотрите, берем три пробирки и разливаем получившийся компот по ним. Смотрите, три одинаковые пробирки. А теперь берем и в одну добавляем кислоту. Вот в эту центральную. А в другую добавляем щелочь. Итак, можно поглядеть. Кислота делает наш пигмент более красным по сравнению с вот этим исходным. А щелочь таким скорее зеленым или сине-зеленым. От этого и происходит изменение цвета ягод при созревании. Были не спелые, кислые. Были краснее, поспели, стали более фиолетовыми. Некоторые, впрочем, не стали. Вот, пожалуйста, другие ягоды. Калина, может быть, вы ее знаете. Если кто пробовал, знает, что она очень-очень кислая. Поэтому можно сказать и красная. Если мы наберем калинового сока, так же получаем наш ярко-розовый компот. А теперь, смотрите, добавляем кислоту. И, в общем-то, ничего не поменялось, потому что кислее некуда. А если добавляем щелочь, то вот теперь мы видим, что тут были самые что ни на есть антоцианы. Все разнообразие. Кислота со щелочью, кстати, взаимно нейтрализует друг друга. Поэтому, если мы вот так вот сейчас смешаем, то можем получить и фиолетовый цвет, например. Все оттенки между зеленым и красным. Антоцианы нужны как антиоксиданты. Они, судя по всему, нужны для защиты от яркого солнца. Поэтому они накапливаются во многих листьях к осени. Вы, наверное, обращали внимание, что осенью листья бывают не только желтые и оранжевые. Они бывают даже такие скорее фиолетовые. Давайте проверим. Если там есть антоцианы, то эта фиолетовая окраска поменяется, если мы добавим туда, скажем, щелочи. Зальем кипятком, чтобы пигменты перешли в воду. Немножко их разомнем. Все-таки листья у нас не настолько сочные, как ягоды. И если мы возьмем пробирку чистую, то видно, что это лиственный настой еле-еле желтоватый. Но давайте попробуем капнуть туда кислоты. Желтизна ушла. Не могу сказать, чтобы она стала сильно розовая, хотя какой-то розоватый оттенок есть. Но если мы добавим щелочи, то вот он у нас начинает... О, какой стал желто-зеленый. Сейчас нам надо эту кислоту всю нейтрализовать, которую я до этого капала. Вот, смотрите. Были там антоцианы, не одни каротиноиды. Можно провести тот же самый эксперимент, например, с рябиной. Каротиноиды мы в ней точно видели. Но антоцианы тоже вполне могут быть. Пигменты могут и смешиваться. Тем более, что у них есть функции не только окраски. Тогда бы можно было одним обойтись. Но и другие важные для существования клеток живых функции. Вот наш оранжевый настой рябины. И вот... Эти я прямо так налью. Смотрите, какой он стал зелененький. А сюда можно кислоты добавить. Но не очень сильно заметно. То есть, судя по всему, антоцианы в рябине есть, но их немного. Отвечают антоцианы и за окраску ярких лепестков цветочных. И говорят, что роза и василек окрашены практически одним и тем же пигментом. Все дело в том, какая кислотность среды вокруг. Ну и гортензии, кажется, тоже могут быть голубыми, могут быть красными. А дело, скорее всего, в том, какая кислотность. Если мы зальем кипятком лепестки цветов, то можем тоже получить такой химический хамелеон. Можем тоже проверить, как они меняют окраску в зависимости от того, что мы добавим. Кислоты или щелочи. Но единственное, что у цветов, особенно у засушенных, все-таки не так просто выделить пигменты. Ну что, пробуем. О, желтеет. Такая вот хитрая группа красок. Хитрая группа пигментов, меняющая свой цвет. Антоцианы нам с вами тоже полезны. Они хорошие антиоксиданты. Поэтому богатую антоцианами пищу, фрукты всякие, красные такие, тоже советуют есть. Ну а какими же пигментами мы с вами окрашены? Ну, если не считать просвечивавшую через кожу гемоглобина. У млекопитающих в основном окраска это меланины. Пигменты черные, коричневые, может быть, рыжие или желтоватые. Вернее, две группы меланины, они черно-коричневые и феомеланины, они такие рыжие-желтые. И все разнообразие окрасок млекопитающих, и рыжих белок, и каких-нибудь сусликов, и наше разнообразие волос, это именно меланины. Но тоже они нам нужны не для того, чтобы красоваться, вернее, не только для этого. Они нам нужны, в частности, для борьбы с ультрафиолетом. Если вы выйдете на яркое солнце, то через некоторое время ваша кожа потемнеет. А клетки, содержащие меланины, придвинутся ближе зерна меланинов и как бы отразят ультрафиолет, который мог бы быть для вас вреден. Так что и здесь мы видим, что кроме красоты есть еще и польза. В природе вообще все совмещается, не только красота, но и польза. Я надеюсь, что вам был интересен этот рассказ про биологические пигменты, про хлорофилл, каротиноиды, антоцианы, меланины. На самом деле их гораздо больше. Я упомянула далеко не все и даже не все основные группы, но тут можно было бы говорить еще много и много, потому что это совершенно отдельная область биохимии, биопигментами занимается. Ну а на этом я заканчиваю. Спасибо за то, что были с нами. С вами была Маргарита Отрощенко. Биологический музей имени Тимирязева. Программа «Ночи искусств». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова